День знаний Поэтому школы и вузы в этот день приняли не только учеников, но и совершенно разных гостей. Сергей Морозов пришел в родную 31-ю школу, где он учился. Сегодня первый год, когда я не пошла на линейку, когда у меня нет праздника, но у меня есть чувство сопричастности. Сегодня мне в этом помог Ульяновский педагогический университет, технический университет, классический наш университет, опорный вуз региона, в который я ездила поздравлять студентов. Ну и конечно же мне с удовольствием я поехала поздравлять ребят школы номер 31 в их прекрасное обновленное здание, в их светлые, замечательные, яркие стены. Конечно, доставляет огромное удовольствие посмотреть, что мы вместе с вами в летний период, в период летних каникул сделали. Мы видим с вами уже совершенно другую школу, красивую, яркую и, несомненно, очень комфортную для получения новых знаний. Ну и не могу не сказать о личном. Мне доставляет огромное удовольствие всегда приезжать в эту школу. И прежде всего, конечно, приезжая сюда, я вспоминаю, как я пришел сюда в первый класс, как я здесь получал те знания, которые мне потом помогли по жизни. 31 школа капитально отремонтирована, полностью обновлены полы, стены, фасад, школьный двор и стадион. И это не потому, что здесь когда-то учился Сергей Морозов. Это результат всеобщей работы директора, родителей, учеников, педагогического коллектива, муниципальной и региональной властей. Ремонт грядет и в других школах железнодорожного района. Я сегодня вручил очередное письмо, заявку Сергею Ивановичу, для того, чтобы вот эта традиция в районе у нас продолжалась. Условно, через примерно 2-3 года максимум, чтобы еще одна, а может и две школы, вот по такому же принципу отремонтировали. Хорошо, что в этот раз 1 сентября выпало на субботу. Родители, дяди, тети все смогли прийти на линейки и торжественные мероприятия. Залы вузов и школ еле вмещали всех желающих приобщиться к Дню Знаний. Всех поздравляю с этим праздником и желаю вам успехов. Педагогический университет тоже сегодня принимает свою семью, 8-тысячную студенческую. Новое пополнение, 808 первокурсников, 70 лицеистов. Плюс ко всему, мы единственный вуз, который сегодня принимает детсадовских детей, сегодня принимает первокурсников, лицеистов, аспирантов. Полная линейка образования. Мы очень рады, что на таком высоком уровне сегодня пришли те, кто хотят получить педагогическое образование. День замечательный, погода прекрасная, но сегодня, в День Знаний, мы поздравляем не только студентов первого курса, но и наших лицеистов. Мы провели очень успешную приемную кампанию, в том числе и для нашего IT-лицея. Значит, и у нас начинают занятия 27 старших классов. Отмечать 1 сентября принято в образовательных организациях, но сейчас термин образования гораздо шире, поэтому организаций, которые участвуют в обучении и воспитании, больше, чем можно было бы подумать. Например, ТОСы. Там, где территориально школа попадает под юрисдикцию ТОС, школьники и общественники сразу же вступают во взаимодействие. К тому же ТОС – площадка, где можно реализовывать те идеи, которые в школе не формат. На учебный год у нас, конечно, будет поменьше дел, чем на летний период, но все равно мы будем стараться двигаться дальше, и у нас есть несколько интересных проектов. Ютуб-канал. Мы собираем молодежь в школу юного журналиста. Помогать в этом ребятам будут журналисты нашего издания. Школьники будут обучаться делать новости, развивать информационный ресурс, снимать, монтировать, писать статьи в газеты, порталы и на телевидении. Новым знаниям есть место везде. Веселье, смех, опыт, молодость, интеллект и бесшабашность – образование включает в себя все. Это 1 сентября, от других отличается лишь более высоким уровнем подготовки к новому учебному году всех региональных учебных заведений. Студенты, школьники и общественники региона обещают соответствовать этому высокому уровню. По цвету кожи становись в руки, руки выше, пусть нас здесь каждый услышит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok